друзья добрый день сегодня я хочу обсудить с вами исчезновение людей и такое явление как летучий голландец то есть корабль который плавает в море в океане на котором до недавнего момента была в вроде бы действующая команда потому что бывает что собаки остаются бывает что приборы остаются включенными а из людей никого нет и причем это заметили достаточно давно но как давно ну допустим где-то век или два тому назад и объясняли это всем возможным как говорится барахлом какой только можно насыпать в эту копилку ну например что там выскакивал кто-то из воды делал вот так все матросы пугались и вообще все члены команды пугались одинаково абсолютно и прыгали за борт и там их поедали те кто их пугал ну или какие-то еще другие различные на самом деле в америке придумали свою шизофреническую полностью картинку что их пугают этих людей инопланетяне и вот в результате испуга инопланетян эти люди опять же исчезают выпрыгивают из этого судна оставляя его ну вот тем собакам которые вдруг не испугались не доперли наверное что те самые инопланетяне оказывается тоже являются такими знаете страшными зверями вот такая интересная штука я кстати вам напомню что инопланетяне появились в 50-е годы когда я работал над своей книгой кувырок луны я эту систему очень сильно хорошо изучил прям вот начальный момент и естественно о ней написал в этой книге почитайте там будет интересно смысл этих инопланетян был вот в чем я точно год может быть не помню но это где-то 50 51 52 год там президенту страны америки стали поступать такие интересные данные что вдруг оказалось те самые люди американцы начали видеть каких-то инопланетян какие-то нло в то время и тогда президент собрал это абсолютно правильные честные и данные которые в публикациях есть которые я читал в монографиях различных источниках я их собирал эти данные для книги так вот президент собрал себе психиатр психиатров которым поставил задачу исследовать тех людей которые видели и нло и психиатры тогда исследовав тысячи людей поставили диагноз шизофрения вот тогда в первое время впервые впервые вообще в мире была опознана такая болезнь которая сегодня называется шизофрения и объяснили ее очень просто в тридцатые годы америка пережила страшнейший кризис многие выпрыгивали и закон потому что просто не видели никакого итога как выйти из этой ситуации а американцы это люди которые повернуты на двух вещах первая вещь это деньги туда съезжаются только те люди которым богом является валюта золото и все такое прочее там нет других людей их просто если только свои рождаются которые не могут выехать а съезжаются и тогда съезжались только такие ну и вторая вещь это сам собственно бог и вот после этих тридцатых годов вдруг пошла эта мировая война вторая мировая война на которой американцы заработали огромное количество денег просто и они стали толстеть после великой отечественной войны потому что у них стало все хорошо и вот на этой волне волне толщение после кризиса они начали вдруг догадываться американцы что у них оказывается все это счастье принес им в дом в америку бог и вот на этом понимании этого бога тоже он у них есть откуда он притащил это золото и так далее они и пришли к этому мировоззрению насчет инопланетян и повернулись на нем и стали теми самыми шизофрениками которые принялись веру свою вот в эту счастливые в этой которые свою веру в этот счастливый исход свой перекладывать стали на плечи инопланетян вот как все появилось поэтому инопланетян естественно никаких не существует потому что нет никаких других планет в принципе в принципе но в этой мензурке в которой мы барахтуемся одни больше такого нет нигде вообще нигде принимаете это все равно что кто-то изобрел бы например принтер какой-то один всего лишь во всей нашей земле и вот только на нем на этом принтере можно было бы распечатывать документы вот в 90-е года примерно такая штука была если ты хотел распечатать что-то у тебя был только один выход ты мог ехать либо на секретное предприятие это мало кто мог либо естественно центральный почтам там тебе могли распечатать документ вот как было а сейчас уже у всех свои эти принтеры в доме так вот почему я перешел к принтеру потому что по данным наших всех этих статистических управлений а я сам много раз видел как публикуются эти стат данные статистические данные у нас на земле вдруг почему-то стало исчезать большое количество людей я уже об этом говорил вы об этом возможно и без меня знаете но цифры примерно такие которые встречаются в этой самой прессе у них у западников где-то примерно у американцев например 200 тысяч человек пропадает в год у тех же самых европейцев в некоторых странах тоже по 100 по 200 тысяч у нас там ну у нас там допустим от 8 до 20 тысяч в год пропадает людей какая особенность этих пропаж я сам разговаривал со следователем и спрашивал его 8 тысяч детей в год пропадает это много или мало он говорит это вообще не что но может быть это не что но в америке 200 тысяч это тоже не что ну допустим не что по миру в год пропадали где-то в порядка миллиона это тоже не что но может быть не что я не знаю но вопрос стоит в другом почему их не ищут не фиксируют самое главное что вот ну как то не фиксируют ну допустим если каждый человек пропал по нему там возбуждается уголовное дело если он пропал если его не отыскивают то превращается в висяк и тому подобное ну наверное как то вот так но почему тогда нет такого вот этого статистики что прям знаете висячих дел там миллион в год везде главное что их то не находят это я назвал вам цифры которых не находят а которые находят они как бы дополнительная статистика она немножко другая я ни в коем случае не хочу наезжать здесь ни на какое государство тем более не на свое не на наше я просто хочу обратить ваше внимание что вот такой поток существует раньше его называли летучим голландцем то есть подумаешь там 200 человек с какого-то большого борта сняли и корабль поплыл один без команды а сейчас 200 тысяч в год с государства снимают и государство даже не икает куда пропали что с ними случилось представляете вот такой скотный двор когда например там было 10 овец вдруг там в день две овцы куда-то исчезли никто даже не знает куда они пропали и никто и главное что не ищет человек почему-то приходит в скотный двор и не говорит того что пропали две овцы вы не видны куда они пропали ах вы куда они там сбежали может быть нет потому что он сам этих двух овец забрал почекал и сварил там на какой-то очередной праздник и вот здесь какая-то ситуация видимо аналогичная потому что люди реально пропадают но никто их не ищет и почему-то нет никакого международного скандала у нас по любому поводу собирается международные организации но в мире не существует ни одной организации который бы которые бы внимание хотя бы заостряла на этом вопросе куда пропадают люди ну допустим ладно фиг с ними не искать может быть потому что это как бы другие органы должны но надо же как-то населению доносить что знаете вот вообще-то вас пропадает миллион в год вы уж там поосторожней где-нибудь там вот и вопрос возникает а где там то на корабле что ли на этом летучем голландце не собирайтесь вот если видите на борту летучий голландец не садитесь на этот корабль как получается куда они пропадают почему началось летучих голландцев заканчиваются такими массовыми какими-то исчезновениями я уж начал думать вернее я там прислали мне такую мысль я в принципе даже с ней как-то внутри согласен что вот те консервы которые к нам поступают из китая там или какие-нибудь шашлыки то они-то из кого делают собак поели потом кошек поели кто там без это не прекращается откуда оно должно поступать я как-то был один раз на одном заводе который выпускает в одной из областей нашей очень большое количество различных напитков минеральных минеральных именно не сладкий там какие-то именно минеральная вода и вот знаете я как-то сидел пока ждал там директора я сидел в машине и смотрел вот так завод как бы в поле поэтому это туда и долго ехать и ожидать вот как в открытом поле и сидела смотрел и что интересно было грузовики с водой упакованы в бутылки выезжают много там десятка грузовиков привозящих воду для разлива ее причем вода то заявлено как из какого-то источника удаленного до которого там было километров сто так вот привозить ее не привозит ни на чем ни грузовым транспортом в цистернах не самолетами аэродрома нет ни железной дороги подъездных путей тоже не было то есть что нам впаривают в результате под видом минералки то это были 90-е годы но я думаю что сейчас такая ситуация и у нас получается вот задача как с одной стороны найти людей если мы их не находим то просто объяснить себе вот нам такому тупому не интересующемуся населению что да мы куда-то пропадаем если мы овцы или коровы и нас регулярно выдергивают из себя на престол кто-то поесть то и скажите так чтобы мы знали что вот 10 процентов к новому году нас вот съедят не так как этих самых индеек в америке а вот те кто наверное человечиной питается ну как-то по-честному можно было бы мы тогда бы и думали вот знаете в этом году допустим там приходит такая очередь наверное придут опять заберут двоих на новогодний стол давайте вот там хотя бы напишем какое-то завещание что ли ну прям как-то вот ну что-то вот типа этого а то в тихомолку приходит как куром голову поскручивали забрали и все а все остальные пошумели и забыли так вот фишка то вот чем это вот вся наша материальная такая система которую я вам рассказал поэтому она такая ну не знаю заканчивается колбасным цехом больше другой фантазии нет ну или инопланетянами я вам даю другую интерпретацию того же самого события но она совершенно другая но она зато из сегодняшнего нашего мира который основан на цифровых технологиях который базируется на информационном всем этом понимании нашего мира смысл ее вот в чем я коротко я уже делал отдельный ролик здесь я только повторю смысл ее вот в чем когда примерно где-то в 17 веке наши люди я имею ввиду вообще население земли вот здесь вот в россии догадалась до того что у нас пошло время и пошла наша цивилизация когда все это включили когда началась материализация вот тогда у нас поставили эту башню как-то называется никола великого по моему если я не путаю самое главное что на ней выбита цифра которая обозначает время по моему 108 год от сотворения мира а сотворение мира вот в этом смысле считался 1492 год который мы сегодня вот и знаем по нынешней шкале вот как это было и тогда в те годы 17 18 века очень многие события датировались как раз вот этими годами 137 108 110 они были все привязаны и начинались от этого события 1492 год это было сотворение мира и с этого момента с 1492 года стали появляться только те люди которые обладают душой и которые реально являются живыми поэтому я вам сколько раз говорил что в то время никаких китаев никаких арабских стран никакой африки никакой америки она только была открыта 1492 году этого всего как и европы еще не было все это было здесь вся цивилизация была только в центральной россии это показывает вся география вся геометрия и все остальные там политические науки которые знают когда какие государства образовались все государства нынешние образовались в девятнадцатом двадцатом веках если кто не в курсе если вдруг то историю плохо государства вообще мировых изучают так вот параллельно шел и другой процесс параллельно шли процессы связанные с религией и там была такая шайка которая решила посчитать иначе день сотворения мира и она посчитала вот каким образом она взяла эта шайка взяла все годы которые описаны в библии за единицы проживания этих персонажей сравнила их между собой сопоставила хвостами и началами и сделала как вот знаете дендро хронологии когда есть одно кольцо второе третье четвертое кольца посчитал вот тебе количество лет здесь тоже самое сделали только из людей их сложили посчитали и получили суммарную цифру вот на тот момент когда исследовали там получили где-то семь тысяч чем-то лет и вот эти семь тысяч лет они отложили от тысячи четыреста девяносто второго года туда в древность получился день пять тысяч пятьсот восьмой год вот такая дата получилась и новая дата сотворения мира теперь считается вот такой казалось бы ничего сложного никаких проблем это миру не должно было принести но дело в том что вся библия вся библия говорит устами самого бога и различных толкователей она говорит что весь наш мир материализован в уме внутри ума бога поэтому все наши вещи материализованы там внутри головы и что бог замыслил а в самом начале он как раз замыслен этот мир наш а потом уже реализовал его в материю то есть то что он замыслил то он потом реализует в материи и вот этим шагом отнесением дата сотворения мира это как в компьютере . возврата там есть такая этим шагом что религиозные люди отнесли точку эту на 7000 лет в глубину они как бы в мозг этому богу другую идею засадили который заключается в том что он типа совершил ошибку что все вот эти люди которые сегодня живут они появились не начиная с 1492 года а начиная с 5508 года до нашей эры и бог естественно в виде земли начал реализовывать эту новую программу и он насочинял наделал наштамповал очень много новых тел под которые под которые не предусмотрено души поэтому эти тела он просто штамповал помните вот эти все глиняные армии в китае вот это вот остатки этого процесса он их штамповал они все разные были там вводились какие-то моменты но они все были без души а потом уже когда-то было это понято самой землей видимо верховный сказал мол ты чё штампуешь ты миллиардов уже на штамповал уже восемь миллиардов и она осознав это это было осознанно где-то после великой отечественной войны она осознала это и начала убирать те которые без той самой души как вот у яиц например мы когда с вами покупаем яйца в магазине мы покупаем с вами неоплодотворенные яйца для еды оплодотворенные там не продают и вообще там вот эти все зародыши и жать их есть не будешь просто так вот и здесь так же есть люди тела без души есть люди которые полноценные с душой это еще описано все в той же самой библии как и все и делалось там были и такие и такие и вот в этом смысле земля сама как матрица нашей всей архитектуры мы ее понимаем как матрицу нашего мира она убирает то что было сделано по ложным программам и мы это понимаем что вот эти выдуманные потомки не существующих предков они просто постепенно стираются с нашего небосклона и просто уничтожаются и исчезают как будто их и не было поэтому они их не заботятся не их предки родители потому что их не было поэтому они их не заботятся другие какие-то кланы их потому что кланов этих не было и поэтому их исчезновение оно и происходит вот таким путем как бы стиранием своих предыдущих к исправлением этих ошибок, которым и занимается сама Земля. Никаких инопланетян здесь не нужно, и все происходит в весьма доступном и понятном смысле.